Божий граждан, Господь, 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 прости, Господь, благослови тебя! Царю Ивесный, утешителю души истины, И в жильзде с ней и вся исполняя сокровища благи И в жизни подателю приидели все лисяны, и очистены от всяких искрены, и спаси блажьи души наши. Господь и Бог наш, благослови наши занятия по слову Сына Твоего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы могли мы предстать перед судилищем Его вовный день и исповедовать имя Его по слову Святому. И здесь, Господи, даруй нам перед людьми исповедовать. Не отвратиться никогда, не посрамиться, чтобы ангели не отвратились от нас. И Господне Слово, чтобы всегда пребывало в нас, когда нужно будет отвечать людям мира сего погибшим, и те, слава за все, отец, сын и дух святой. Так, ангели во-первых, третья глава, читаем. Седьмой главы, седьмого стиха. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, по рождению Ехидны, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Положенный феофилакт говорит в толковании. Фарисей, значит, отделенный, так как они почитались людьми отличными от других и превосходящими других по жизни и по знаниям. Саддукеи не верили ни в воскресение, ни в бытие ангела и духа. Слово же саддукей, отберите мне, значит праведное, ибо седек означает праведность. Они или сами себя называли праведными, или так назывались по ересеначальнику их садоку имя. И фарисеи, и саддукеи шли к крещению не с доброю мыслью, как прочие люди. Потому Иоанн и обличает их. Иоанн строго говорил к ним, зная их строптивость. Впрочем, отчасти и похвалил, говоря, кто внушил вам, он дивился, как случилось, что этот злой род пришел в себя. Называет их исчадьями ехидны, потому что как сии при рождении прогрызают ложесна матери, так и они убивали отцов своих, то есть учителей, пророков. От будущего гнева, то есть от геевны. Ну, продолжаем мы. От ряда Крестителя, претечи Господним. Как перед пришествием Антихриста придет лжепророк, так мы видим, когда пришел настоящий Мессия Господь наш Иисус Христос, перед его пришествием пришел истинный пророк, выше всех пророков, которые только были, ветхозаветных. Пророк, это Иоанн Креститель, он был не такой пророк, немножко как бы странный был он пророк. Почему? От чьего матери еще Дух Святой вошел в него, написано, взыграл, когда только пристая Богородица увидела своего матери Лизаветой. До этого самый младший пророк, это был Иеремия, говорит, от младых ногтей еще Господь его избрал. Потом Самуил был тоже небольшого возраста, когда Господь явился ему, но он был живой отроком, написано. И вот так постепенно Господь пришел к тому, что прямо чрево матери избирает человека, который потом становится не просто другом, а другом жениха Христа, вот как он себя называет. И говорит, как одному приходится возрастать, другому приходится умоляться. То есть такая интересная жертва, как бы жертва в познании духовном, великом познании для людей, она в лице этого пророка великого умоляется. Почему? Все затмевает благая весть. Поэтому вот все, что сейчас говорит Креститель, оно для нас уже не так важно, как то, что сказал Господь Иисус Христос в Евангелии Своем. Но представьте тех людей, когда они ничего не знают. И они идут. И вот теперь, вот мы как раз говорили, только что перед занятиями беседовали о том, какие наступают интересные, интересные, кажется, страшные времена. Но это все было уже, мы видим и сейчас это тоже. Как они хотят остановить правду, истину, как хотят остановить фарисеи и садукеи. И вот теперь блаженный Феофилат говорит, вы не думайте, что книжников и фарисеев, садукеев, их представляли пред другими людьми, как начитанными. И вот тут написано, они много знают, они веруют больше, чем другие люди. Но, оказывается, все они идут с лукавством к Иоанну Крестителю, к его проповеди подходят. Окажется, ну если вы не верите в проповеди, то зачем вы вообще идете? Вот такие великие познания. А там кто там стоит? Что за человек? Как пришли и сказали. Кто? Господь говорит, когда учеников послал в Креститель. Вы, говорит, что, человека видите в мягких одеждах? Нет, говорит. Пышно одевающийся в весон порфиру находятся в чертогах царских. А здесь стоит кто перед ними? В рубище, как вам тут написано. В одежде из любюжего волоса, из мертвой кожи этого верблюда, припоясание его, стоит тот, который питается акридами и диким медом. Дикий мед это очень горький такой мед, который собирают эти пчелы пустынные с того, что есть растительного в пустыне. Что там может такого великого быть? Кактусы там цветут? Еще что-то? Больше там ничего и нету. Это горькая такая, говорит, смесь очень. И акриды. Что такое? Это тип сорочей, кузнецов, которые живут на этой траве, в растительности. И вот они, видать, падали там или как. И вот этим вот он питался. Он был худощавый, естественно, весь изможденный как бы. Но дух, который был в нем, и слова, которые он говорил, они никак не могли вместиться в эти злые сердца фарисеев и садукеев. Почему это происходило? Потому что от чрева матери Духа Святого он исполнился. А фарисеи, книжники садукеев, от чрева матери наполнялись только лютой злобой, как говорит Господь. И злые мы помыслы только от юности в сердцах человеческих. И говорит, нету праведного, ни одного. Все согрешили и не знают славы Божией. Не познали. И вот теперь пришел человек совершенно им противоположный. Но это как вот Христос один, так и такой пророк был послан один. И теперь вы должны понимать, когда придет Антихрист, это будет необыкновенное нечто. И перед ним придет лжепророк. Это тоже будет что-то необыкновенное. Для чего это нам нужно? Чтобы мы узнали врага своего. Чтобы мы вовремя могли взбодриться, встряхнуться. И нужные слова найти для людей. Поддержки, ободрения. И главное для своей души. Чтобы душа наша не дрогнула. Как вот сейчас Игнатий Иванович побуждает брата, чтобы он не дрогнул в борьбе с внутренними органами этими, как они называются, МВД полицейскими. Так вот, так пойдет. Каждый орган будет против нас. И юстиции, и там эти суды, это понятно уже. И любые, вот сейчас говорите, заходим мы просто на железнодорожный вокзал. Просто поговорить с людьми о Христе, рассказать что-то. И съемку ведем. Ничего. Опрашиваем людей. Ничего подобного. Все нельзя. Запреты. Запреты вплоть до того, что начинают записывать. Начинают тебя уже дергать. Уже называют дураком. Я там перекрестился, вот так у них стояло. О, мы таких, говорит, в дурдом отправляем. Я говорю, это я вам слово уже несу, и вы меня в дурдом сейчас отправите. Стоят молчат. Я говорю, да вы отправляете не за это, что молится человек, а за то, что он начинает драться с вами. А отсюда я делаю вывод, что не мог он вот так, как я перекреститься, и поклон совершить. Я еще поклон совершил. О, отшеркнулись, замолчали и все молчат. Я постоял. Я говорю, да помоги вам Господь разобраться, кого брать, кого не брать, и чтобы никакого терроризма не было на вашем вокзале. Я говорю, мы занимаемся молитвой, чтобы никто тут ничего не взорвал. А вы просто стоите. А вы что, знаете, как террористы выглядят? Я говорю, я знаю. Я говорю, точно знаю, что они не с бородами, и, говорю, патронтаж с патронами у них вот так не висит. Это сто процентов. Они просто как люди выглядят. И даже супер просто. О, а вы, оказывается, знаете. такой, как будто идиот на идиоте у нас сидят. И только все террористы ждут, как бороду отрастить или автомат Калашникова нацепить. Непонятно. И это то же самое. И все к терроризму, что-то нас к терроризму прилепляет. Как будто разобраться нельзя. Главное, бритый, это хорошо. Все перевернуто в этом мире. С черного на белый. И здесь то же самое. Они пытаются, и Иоанна Крестителя, сейчас будет эта попытка, их она сказана, пытаются его тоже обратить свою веру. Вопросики такие глукавые задают. И вдруг Иоанн Креститель отвечает правдиво, со всей искренностью. Это, конечно, их выбивает из седла. И потом дальше начинает их обличать. Порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего дня? Сотворите достойные плоды покаяния. Как? Да мы же молимся, там замолились уже, а выгляди разбиты. Ничего нет. Ничего вы не замолились. А если что и было, все разбито здесь. Одни мозги, дребезги у вас. Вы должны взяться, покаяться. Как покаяться? Да ты что? Мы тут пришли тебя наоборот обличать, и тут такую мясорубку попали, духовную. А всего несколько слов было сказано. Почему? Господь дает этому великому пророку увидеть их сердца. Как он это увидел? А вот его тщедушность вот эта, вот эти акриды, дикиметы, главное, духом святым исполнить свящей его матери, и дает ему вот это видение. Он как бы православный христианин в Ветхом Завете. Вот какой он. И он, конечно, просто на глаза их смотрит. Не то, что они там рот открыли. Он просто смотрит на них глаза, как они стоят надменно, там все. Другие люди идут, показана вот эта Иванова картина. Там кто-то сползает, прям так, кто-то там только робко раздевается, а эти стоят надменные такие, стоят, смотрят. Кто там такой еще у нас? Темный, он поперек себя шире. Да это видно всегда, когда так люди. И вот это надмение, что мы все знаем. Мы-то уж, Крым и Рым прошли. И не Крыма, и не Рыма, оказывается, ничего-то не прошли в духовном плане. И до сих пор. И до сих пор, да. И до сих пор. И самое интересное, эти санукеи, фарисеи, книжники, они все из вот этого самой касты священнической. Почему? Как бы не из мирской касты. Почему? Потому что в мирскую касту, из мирской касты не каждый может попасть в правительствующий сенот этот. Не каждый. Ну, а кто-то может, ну, там знакомые могут, конечно. Но это редкость. А в основном только те, кто сидят у власти, у Кормила. И Господь потом дальше скажет, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. И сами не вошли в Царство Небесное и другим воспрепятствовали, скрыв ключ разумения Царства Небесного. Вот что произошло. И здесь он уже это все знает. И он это все начинает высвечивать. Еще немножко. И в руке его придет выше меня. Огнем будет вас. А я все пока. Я только словом говорю. Но придет выше меня. А кажется, придет он вот уже. Сейчас начнем о нем читать. Совсем немного. Вот сейчас дальше читаем. Возьмусь. Сотворите же достойный плод покаяния. Видишь, что говорит. Не только должно избегать зла, но и приносить плоды добродетели. Ибо сказано. Уклонись от зла и сотвори благо. Псалом 33, 15. Вот чего нам не хватает. Чтобы до конца быть искренне верными. Сотворить добродетели. Все говорят. Сразу люди. Сразу. Любой подумает. Кто православный там. Или верующий. Как все считают. О, у меня денег нет. Все сразу. У меня же нет ничего. Я сам там нищий. Там пенсию получаю. Да тут кризис. Как я могу добродетели сотворить. Это все уже было. Подошел богатый юноша. Богатый. У которого было огромное имение написано. И спросил у Господа. Как Царство Небесное наследовать. И когда все выяснилось. Что чуть ли не святой. Господь говорит. Тебе нужно продать свое имение. И раздать нищим. И тогда прийти и следовать за мной. Вот тогда наследует Царство Небесное. Вот это да. И все. И он сразу отошел. Написано с глубокой печалью. А Господь полюбил его за искренность. За то что он. То вот со всем сердцем. Со всей душой хотел исполнить. Но не смог. И тогда стоят. Апостолы и спрашивают. И как же. И Господь говорит. Невозможно богатому наследовать Царство Небесное. Они говорят. А кто же может спастись. И он говорит. Невозможно человеком. Возможно Богу. Говорит Господь. А если возможно Богу. То мы все. Себя должны отдать. В руки. Творца нашего. А так как Творец отдал все в руки. Своего неровного сына. Суд весь написан. И перед ним. Апостол Павел нам это говорит. Значит. Мы должны быть. Рождены свыше. От Духа Святого. Через Иисуса Христа. Дух Святой должен снизойти. Мы должны. Креститься во Христа Иисуса. И крестившись. Одевшись в его одежду. Праведности. Идти дальше. И делать благие дела. Какие он делал дела. Сколько он денег раздал. Да. Господь какую-то милостынюю творил. Но главное не это. Не об этом написано. Везде написано. Взошел учил. Взошел в лодку учил. На гору учил. Там сел учил. Сидит в комнате. Все уже отдыхает. Пролапливают крышу. Фарисеи с внуке сидят. Опускают этого расслабленного. Там пыль все сыпется. Солома. Учит. Учит. То есть он всегда учит. Учит и учит. Почему так не нравится вот этим полицейским. Другим. Что. Потому что учим. Им очень это не нравится. Это не им не нравится даже. Сатане не нравится. А сатана подходит через других людей. Другие люди жалуются. Они не просто жалуются. Они клевещут на нас. Они что-то на братьев наговорили. Не просто так. Они наговаривают. Там принимают меры. Чего-то боятся. И вот это все начинает распространяться. Раньше. Если об этом не заботились. Думали там. В том как. Экономику какую-то поднимать. Там военная область. То теперь начинают понимать. Что. А где бойцов-то. Солдат взять. Надо дисциплину какую-то уже. А дисциплина откуда возьмется. Какие-то законы надо вводить. Чтобы поменьше люди думали. Понимаете. Чем меньше ты думаешь. Тем больше ты исполняешь. Просто есть. Вот все. Есть. Нажимай на курок. Так а там же люди вроде идут. Какие люди. Так а их же сказали не убить. Кто сказал. Да там Христос. Какой Христос. Чего ты мне тут. Баранки гнешь. Давай стреляй быстрее в них. Зачем эти думы. Какие-то мысли они. Ничего не надо. Все. Защищать родину. Самое главное. Нажимай. Кто там идет. Потом разберемся. Я все беру. Ответственность на себя. Это был такой Гитлер. Такой был Сталин. Все на себя все брали. А врат идут все с копом. Ты творишь зло. Не делаешь дела милосердия. Все. Ты против Христа идешь. А Христос говорит. Дела добра творить надо. Какое дело добра. Проповедь о Христе. Распространение. Благой вести о святом имени Христа. О его святой деятельности здесь. То есть благую весть нужно нести. Для этого нужно изучать Священное Писание. Что мы сейчас делаем. Хорошо знать о не крестителе. Кто такой. Рассказать. И вкратце можно о нем. И проповедь о не крестителе. Можно сказать. Показать Христа через она крестителя. Или наоборот. Показать какой. Иоанн Креститель. Как думал о нем Христос. Великий человек. Пророк. То есть все это все надо знать. И места Писания. Которые лопаты. Вот в руке его. При корне Си... Уже этого древа Секира лежит. Почему? Это Секира. Это вросшаяся человеческая жизнь. Вот как вот сейчас у нас вросли. Великая Россия. Святая Русь. Мы уже у нас там ангара залетела. Булават точно попадает там 10 сантиметров в цель. Все. Мы уже крепки. А Господь говорит. Секира под твоим корнем лежит. А вы там против России. Вы за Америку. Обама сидит. Обама. Да мы эту Россию. У нас там 15 про авианосцев. Супер там самолеты. Мы знаете как укоренились. А у них это... Как у нас орел. Только у нас двухголовый у них одноголовый. И такой орел тоже у них сидит. Тоже вот так вот цепился. А Господь говорит. Вот под этим всем Секира лежит. И тебе... А вы значит за Южную Америку. И под Южной Америкой Секира лежит. И у тех какой-нибудь лет. И все-все-все хотят быть великими, могучими. И везде Господь говорит. Везде Секира лежит. Всех срублю. Никого не останется. А почему так? Вы что? Против там субинации. Против там человеческого рода. Господь за человеческий род. Он послал сначала пророка своего, которого обезглавили. За то, что он всего-навсего хотел нравственность вести. Через закон Божий, конечно. Правда сказать. О, да. Отрубили голову. Причем кто? Девчоночка попросила. Девушка. Нежный цветочек. Ангелочек. А оказывается, змея и сатана сидит там. И все-все это делается в борьбе против дел милосердия, которые хотят делать христиане. А мы должны делать. Вот некуда деваться нам. Не можем мы только одним глаголом заниматься. Не будет тогда у нас подвижки этой. Мы сейчас вот почему-то вот такие радостные, такие подвижные. Куда-то идем, где-то гонят. Потому что мы идем, поэтому и гонят. И дальше пойдем. Вот что страшное. И вот сейчас брата, братья вызывают в полицию. А впереди вот сейчас опять воскресенье. И опять надо идти на благовестие. Видите, какая погода. Тут уж 100% надо благовестие. Типа улицами идти-то. Что тут уж какие-то придумывать. Ничего не холодно. Сейчас вообще много народу будет. Тем более к елке к этой. Там прям можно сейчас по центру. А там полиция везде. И опять что-то скажут. Опять могут взять. И уже можно загреметь по-настоящему. Прямо за какую-нибудь хулиганку прям быстро навесят. А они еще всякие пакетики могут подбрасывать. Они же беспринципные эти полицейские сейчас. Сейчас отобрали и оставили самых холопов для власти. Тихо. Чтобы можно было получать деньги хорошие. Да их и понять можно, что там говорить. На хозяина-то все будут работать так стремиться, что ай-яй-яй. А христиане они не такие. А сейчас Путин и остальные верховные там плавают. Все знают, что православные христиане. Это вот те самые нам нужные люди. Они молятся за наши танки, за бронежилеты. Все пацаны, которые приходят крещеные. И они все знают, что крестик должен быть. Тут ладанка должна висеть против пули. Заговоренные всякие пояски, там живые помощи. Все. И главное, главное. Отрубили сразу им, сказали. Главное защита Родины. Все. Вот ты должен положить живот за друзей своих. Это значит взять автомат и пойти, кого скажут, убить всех. Христос заповедует. Не убей, говорит, вообще никого. То есть православные как раз христиане. Это самое ненадежное и неподходящее для власти общество. Но сейчас оно для власти, для правителей самое подходящее и надежное. Это позор наш. А главное, Господь-то что говорит? Иди положи душу свою, а ты идешь уже с автоматом вытряхивать эту душу. Вот в чем дело. Вот в чем разница еще. Правильно? Запад не убей. И мы дальше будем читать. И Иоанн Креститель отвечает воинам, которые пришли. Какие воины были? Ну понятно, евреи, неремни пришли. Тоже были у них войска стояли. Как полицейский, как надзор. Естественно. Ну как наша полиция, ни к одному это было. И они спрашивают, а нам что делать тогда? Мы вообще с оружием стоим. Он говорит, вам такое дело. Никого не обижайте. Довольствуйтесь жалованием. И они говорят, отошли. О! А теперь, думаю, они когда отошли, покаялись, пришли и пересказывают своим. Ну и что, как там быть? Никого не обижать. Вы представьте, там какой гарнизон был прекрасный. Никого. То есть никто там не обидит. Они же как обычно по рынку идут. Дай-ка яблочко, дай-ка там попробовать все. Ну то есть, все, бесплатно для них. А тут идут, ничего не берут все. Что такое? Да там это нам сказал, никого не обижать. Креститель все. Да вы что? Это какая проповедь-то была? Какая хорошая полиция? Но ведь были среди них и такие подонки, наверное, тоже, которые говорили. Да мало ли там, что этот сказал, оборваешь. А ну-ка, мы попробуем как-то жить, как жили. Будем всех обворовывать да грабить. И видим, к чему это привело. Конечно, все это забылось. Потом уже проповедь Иоанна Крестителя. Ну, сатане нужно было обязательно его погубить, конечно. И когда он его губил, он даже и не думал, что Христос выше его окажется. Потом оказывается, что... И смерть Иоанна Крестителя породила еще больше прилив верующих к Христу. Почему? Основодились ученики Крестителя. Так, ну мы опережаем события. Брат, прочитай, пожалуйста. Девятый стих. И не думайте говорить себе. «Отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может и из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Толкование. Им служило в погибель то, что они полагались на свое благородное происхождение. Под камнями, разумеется, язычники, из коих многие уверовали. Но Иоанн говорит просто, что Бог и из камней может воздвигнуть чад Аврааму. Ибо и Ложеснасары по бесплодию были камнем, однако она родила по Божию изволению. Воздвиг же Господь чада Аврааму от камней тогда, когда при распятии его многие, увидев распавшиеся камни, уверовали. Ну, распавшиеся камни, это что значит? Какие распавшиеся камни? Ну, когда Господь умер, было же землетрясение, распалось и завеса, ну, как бы, разорвало. И тут землетрясение и камни, они все распались, конечно, землетрясение было. Это неверующие, что многие обратились. Нет, нет, там конкретно говорится, что распались камни и написано «мертвые воскресли». И многим явились, помните это? Открылись говницы, да. То есть люди, мертвые люди, когда там, не написано, когда умершие, может быть, даже несколько сот лет назад, и они вышли и начали ходить и благорестовать. Вот она вера такая, откуда еще? Ну, тогда это нужно было, нужное чудо. Теперь же Господь говорит «блажен, кто не видел меня и уверовал». Блажен. Сразу блажен. То есть еще небо не открылось, а уже блажен. Вот кто из нас искренне верует в Иисуса Христа, в Слово Его, тот блажен уже сейчас. Уже сейчас с Ним Царство Небесное. Вот те чувства, которые мы сейчас испытываем, к Слову Божьему, к общению с братьями, к делам милосердия, к благовестию, они такие же чувства точно останутся и там. Только они будут больше востребованы, больше будут развиты, чем мы сейчас. Сейчас житейская забота задавливает еще что-то, какая-то тревога, болезнь. А тогда этого же ничего не будет. И все это будет все больше и больше одухотворять человека, говорить Слово Истины. И каждый из нас, никто не будет молчать, все будут говорить. Всем будет открыто, дар красноречия будет дар. Все будут говорить. И сестры, и братья. И Златоуз будет рядом сидеть и слушать. Он не будет говорить так, как красноязычно, Господи, помилуй меня. Нет, он будет сам наслаждаться. Как так? Неужели? Когда ты, сестра, жила-то? А ты, что ли, да я родилась там в 1940-м. О, 1900, ничего себе. А я в каком, по-вашему, летом счастливе? А ты в 407-м вот умер от разрыва сердца. Да, тяжело мне было. В 407-м, по-нашему это немножко не так, но скажет какой-нибудь год-другой. Потому что кто-то бы знал, когда что-то. И вот так вот будет беседа постепенно идти. Ну да, да, точно от разрыва сердца. А мы будем спрашивать. Иоанне Златоустиев, неужто монахи тебя постерегали на тропе хотели убить? Он, да что-то монахи. Епископ же руководил. Какой епископ? Да, ну что-то там не написано. Не написано у вас? Ну как-то не дошло его имечко-то. Да вот такой-то епископ. А как же так? Да их, это, я снял же. Одиннадцать? Да нет, не одиннадцать. Наверное, пятнадцать или шестнадцать. Про одиннадцать только написано. Понятно, они же себя не могут. Они же победители меня сослали. И четыреста священников. Да не четыреста, а полторы тысячи. Полторы тысячи? Как же ты успел? Как же ты так трудился? Больше таких нету. Как нету? А я думал, что я вообще ничего для Господа не сделал. И вот это все будет развиваться. И вот эта духовная пища, мы будем всегда ее наполняться. От каждого будет она исходить. Ну и, конечно же, сам Господь будет. Я, правда, не представляю, как это будет. Ну, написано, лицезреть Господа даже будет. Как знаете, когда Суворов подходил в ночи, подходит там, завтра Измаил брать, а он подходит и подбадривает солдата. У кого-то из церка садится. Ну что там, вкушайте кашку, давайте с вами. Подбадривает. Ну что, пуля, дура, штык, молодец. Давайте, так вот Господь будет, когда надо будет, он будет являться. И будет подбадривать. И дальше будет продолжаться духовная подвижка. И до того, что вечность она уйдет. А как вечность? Мы же не вечно живем. Почему? Так вечно Господь живет. И вечно Дух у нас пребывает. Его. Брат, я вспомнил, ты начал говорить, что там был епископ руководился. Я вспомнил, это. Это жития Александра Неусупающего-то. Когда они тоже в город-то вошли, их оттуда епископ послал там своих. Их вышибнули оттуда все. Перепутали. Думали, что там пришли захватывать власть. Говорят, через что они активные? Ничего себе. Песнопеяние поют наши православные. А ну-ка, наше нельзя петь. А потом выяснили на утро-то. Да мы же просто мимо проходили нас тут. Оставили ночевать. А мы подумали, вы пришли власть захватывать. Странно вообще. Александр в обители неусыпающих. Это восьмой век. В оконцовке-то его оттуда все-таки. Там этот диакон-то, который... Да и диакон там, который хотел стать епископом. Бил даже, там написано, и били. И говорит, интересно вот так этот... Александр так говорит, и было ему имя Малх. А этого диакон Малх звали. Он так интересный, из стихов писания. Которому уху отрывал апостол Пётр. Тоже был сулугам Малх. Тот его ударил, а он такой, и было ему имя Малх. Такое интересное, смиренно. Но это вот единственный монах, который прям специально отращивал своих монахов, воспитывал, чтобы идти на благовестие. Да. И когда они пошли, выяснилось, что не все даже и путешествовать могут. И он половину отправил обратно. Прошли там сколько-то дневных путей. Он смотрит, они никакие. Малодушие. Видать, начинают разговорчики, и все, ну идите обратно ушли. А другие-то пошли. Пошли, мы сейчас будем благовествовать о Христе, петь будем. И сразу же такой казус. Сразу их не признали. Почему? Уже тогда, в этом восьмом веке, уже было не принято так идти и рассказывать о своей вере в Христе. Что интересно, его побудил стих писания, Псалом 50-й. И научил беззаконных путям твоим. Вот этот стих писания побудил идти на благовестие. И со своими монахами тоже, чтобы вместе идти. Интересно, что, вот то, что мы с вами говорим, да, а в некоторых же вот конфессиях православных, вот, допустим, старообрядцы, вчера вот разговаривал с одним старообрядцем, он конкретно прям мне сказал, он говорит так, что, это, говорит, раньше, говорит, было легко. Родился, говорит, человек, воспитать человека в вере. Родился человек, и куда ни пошел, везде православие. Везде он верующий, все. И он так вот верующими смог, ну, родился из мамы, и уже верующим, потому что, куда ни кинь, везде вера. И я ему говорю, ты что, на полном серьезе так думаешь, что вот так вера и пришла? Ну, а как еще? И тут же мне говорит, а сегодняшние, говорит, данные говорят, что как раз, говорит, больше неверующих вырастает в семьях верующих. Я говорю, ну, это вообще совершеннейшая неправда. Я говорю, ну, конечно, там неверующие рождаются, но если человека вообще не воспитывают, то как он будет даже знать что-то? Конечно, он будет неверующий. Но когда человека воспитывают, с молодых ногтей рассказывают о Христе, это мы о крещении детей говорили. Он говорит, я, говорит, считаю, что детей даже крестить нельзя. Я говорю, а если верующие родители, а как их определить? Я говорю, апостол Павел, как, говорит, определить себя, верить или нет? Вот и определяй себя. А тебя-то люди определяют, увидят, верующих-то нет. Это и так будет видно. Ну, кто-то там мимикрировать чуть-чуть может. Вот какая сестра у нас, Галина, ну, знаете, Кубайкина. Ничего себе там, можно сказать, свето-чистеный. Вот тебе и раз. Семь поклон передавала, я ее девчонки вчера. Поклон передает? Ну, то есть, ничего мы плохого не сделали, ясно что? Семь. Захотел от духовного роста, попадет в духовный его рост, как и многие-многие попадали. Почему? Потому что вот эти занятия, которые у нас проходят, мы открываем блаженного фельдфиланта. На сегодняшний день раскрываем события, как они есть. Перед нами должен стоять Ян Креститель. Перед нами должны стоять фарисеи, книжники, садуки, войны. Теперь должен стать Христос с проповедью Его. Проповедь Его должна звенеть в наших ушах. Только так мы можем выйти тогда и другим что-то сказать. Иначе, если все от нас это будет очень далеко, воображение не приблизит нас к жизни во Христе, никогда нам не пойти никуда. Так, брат? Ну, вот брат знает, он себя тоже под Христом чистит, постоянно участвует в благовестии, понимает, как это тяжело. Всегда, всегда есть препятствия, особенно внутреннее. Сатанинское движение, вот эта безалаберность, ложь, она желает заглушить то, что есть в городской жизни, духовной. Всегда. Им надо побеждать. Увы, многие братья и сестры не хотят с этим и мирятся, не побеждают, а мирятся с тем, что нашептывает дьявол. И все заканчивается только на церкви. Вот прийти, это как бы дела милосердия достаточно. А дальше как-нибудь, кому-нибудь что-нибудь там, где-нибудь скажу. А потом где-нибудь что-нибудь, не получается. Опять мир, опять, да зачем я буду, как буду выглядеть перед ними. Люди идут спокойные такие. А я, они такие же нерадостные, улыбаются, Новый год, а я буду праздник портить. А ты попробуй людям скажи, а елки, для чего вы елку эту садите, для чего, и для чего с коровной идите сейчас пост, или материтесь, там курите, если все это. И люди сразу тебя начнут обличать и передавать в руки полиции, потому что им некогда с тобой заниматься. А полицейские уж, они будут отрабатывать свой хлеб поеду. Поверьте, очень сильное слово. Десятый стих. Уже секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Толкование. Секиру называют суд Христов, а деревьями каждого человека. И так, неверующий посекается с корнем за неверие свое и ввергается в гиенму. Не сказал, которое не сотворило, но не приносящее, потому что непрестанно должно приносить плоды добродетели. Если ты вчера оказал милость, а ныне похищаешь, то какие плоды приносишь и как будешь приятен Богу? Тут еще у нас третий том дополняет нас. Евангелие от Марка, первая глава, с первой, по восьмой стих. Ну, мы сейчас прочтем, то, что к нам отместится. И Анжи носил одежду из верблюжьего волоса и поиск, схоженный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин наклонившись развязать применю обувь его. Я крестил вас водой, он будет крестить вас Духом Святым. И говорится здесь так. Господь спасет от грехов, но не во грехах. Римлян 1,16. Ибо я не стыжусь благорестования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. То есть, тут говорится о силе свыше. Еще раз, да? Не стыжусь благорестования Христова, потому что оно есть сила Божия. Благорестование Христова сила Божия свыше. Еще, понимаете? Благорестование, это вот то, что Христос говорит, вот Евангелие записанное, это и есть сила сама. Она помогает. Это сила нам быть верными. То есть, если мы не находимся, заходимся за территорией Евангелия, то есть, не рассматриваем, не читаем Евангелие, не просто не читаем, а не исследуем его. Мы должны исследовать самих себя в Евангелии. А мы Евангелие пытаемся натянуть на себя. Оно везде рвется, везде вот такие, говорится, страшные когти торчат. А нельзя его прорывать в Евангелие. Нужно находиться за территорией этой ограды. Нужно войти в церковь, научиться, как делать добро, потом выйти за территорию из церкви, после занятий, после всего, и дальше найти себе пажить. Надо, каждый из нас должен найти пажить. Вот мы с братьями пытаемся, ну и сестры наши, я не говорю ничего, пытаемся вот искать сейчас пажить, где лучше. То в электричках, то там в здание куда-то зайдем. Нас то там говорят, то там замолчите. Но и беседы идут тоже интересно. Тут уже решили, там годят, здесь замолчите, пойдем по улицам, пошли по улицам. И на улицах закрывают. Понимаете, до чего дожились? И Игнать Тихонович уже правильно говорит, надо стоять до конца, ну что за малодушие. То есть, теперь обязательно нужно идти благовествовать по улицам. Потому что уже если на улице ничего нельзя делать, тогда это не страна уже, это диктатура называется. Если мы о христе не можем на улице сказать. Нужно идти, говорить уже до того, чтобы ну ни один пострадал там, был брат Владимир или Сергий. Ну кто не хочет пострадать за Христа? А это уже будет страдание за Христа, это точно. Как Игнать Тихонович когда-то говорил, а я хочу, чтобы все прошли тюрьму. Может, тогда вот и настало время придется пройти, делаться некуда. Иначе мы так и не научимся делать милосердия, доброе делать. Да, и надо к этому отнестись, будет спокойно. Когда тебя призовут в милицию, не надо будет говорить, да он у меня всегда такой был, взбалмошный. Бегал, что-то там орал, правильно, что посадили. Надо уж будет, как говорится, стоять горой за сына-то. А что он вам такого сделал? Да, о Христе рассказывал? О Христе, ничего себе. Да он постоянно о Христе рассказывает. И что там плохого? Их камера случилась. Да нас что, волнует что ли? А что там в этой камере? Сатана рогатый что ли сидит? Сейчас везде по телевизору не снимать. Там что, Сатана рогатый сидит в камере? Еще раз я тебя спрашиваю. Кто там сидит? Кого ты испугалась? Ты-то кого испугалась? Нет, ну я не не говорю ни о себе, они не испугались с камерой. А что они испугались? Ты не боишься, женщина с немощами? А они вот такие вот мордовороты с такими базуками. И что-то там испугались? Что они испугались-то? Тем более внутри них не снимают. Правда, истинно испугались. В бронежилетах тем более с масками вечно ходят. Им-то что боятся? В масках они если же. Так и что им боятся, если они стоят прямо при оружии, а я иду ну просто с камерой, у меня больше ничего нет. Он стоит пистолетом, дубина, там наручники весь такой прям. Тут бронежилеты, там бронетранспортер с пулеметом. А, все, не снимайте, а что я сделал-то вам? Что? Ну и снял я дальше, что? Куда я это могу выложить? На Украине сколько журналистов полиглота уже? Да. Их только журналистов и лупят, лупят. Ну, боятся. Не так много полиглотом, много и живых. А то ты сейчас скажешь, что всех журналистов убили. Ну, убили там пятерых. Но зато их пять тысяч кормится, и причем, что попало, говорят еще, не истину. Поэтому их и убивают еще. Мы-то совсем не журналисты даже. Мы-то как раз несем истину. Если что-то неправильно, ну, начинайте с нами дискуссии, споры там какие-то. Это же все нормально. Как вот Путин сейчас сказал, этот, закон о культуре принимаем. А что за закон, спрашивают? Он говорит, государство дает гарантию, что правительство, что не будет вмешиваться в дела творческих людей. Ни художников, ни писателей, ни там журналистов, никого. То есть не будет. Но они должны там в свою очередь выполнить там вот такое, чтобы к экстремизму не призывать и так далее, к междурегиональным розням и так далее и тому подобное. Чтобы не призывали. То есть они сейчас все на место, на места ставят. Мы вам ничего не делаем, а вы нам защиту Родины обеспечьте. Чтобы молодежь шла без мозгов, промытая полностью. Но это не получится сейчас, это я могу точно сказать. Получится только, если убрать Библию, то есть полностью церковь убрать. Вот патриарх Кирилл, он постоянно попадает в эту западню. Ему хочется быть и хорошеньким там и здесь быть полным религиозным деятелем. А ничего не получается. Господь ему говорит, нельзя служить двуму господам. А он-то, он продвинутый патриарх, он же смотрел Труфальдина из Бергана. Он хочет, он умеет, этот Труфальдина сказал, шут там гороховый, итальянский. А я, говорит, двуму смогу послужить. Ну и попытался, но у него ничего не получилось. Так, для смеха, конечно, что-то получилось. Оказалось, что он служил одновременно и невесте, и жениху, они не знали. И так их помирил. А здесь патриарх хочет служить и дьяволу, и Христу. А ничего не получается. Никак. Начнет одну проповедь говорить, забыл о войне, говорит проповедь о Христе, что нести надо благую весть тем людям, которых в сердцах еще нету Христа. Все, следующая проповедь идет на следующей неделе, в субботу уже так же слушаешь и начинается. И главное, как нам сказал апостол Павел, защита Отечества. Как мы все тут слушаем апостола Павла, защита Отечества. А где там апостол Павел про защиту Отечества говорит? Вообще-то он сам жил в Антиохии. Ездил в суд, на собор в Иерусалим, а проповедовал где только и на Крите, и в Малой Азии, по всем, а там несколько было стран в этот момент, и в Греции в нескольких странах проповедовал. Там чуть ли не каждый город страна был. Ну, это все Рим был, да. Но говорили-то на разных языках, и обычаи религиозные были разные. Где только его не было. Какое защитное Отечество? Чьей защитное Отечество? В этот момент дорогой ему народ еврейский, гнобили римляне, он ни одно слово не написал. Это что, я тут езжу, я езжу для чего римляне? Вы так перестанете еврейский народ обижать. Уходите оттуда, оккупацию снимите. Где там это говорится? Он говорит о духовном. Я, говорит, не крестить послан, а благорестовать. То есть нести Слово Божие везде вам, по всем городам. Как вот это там читается все у патриарха? С кем он читает Слово Божие? Читает ли он его вообще в полноте? Некоторым людям нравится сразу прочитать много Священного Писания. Некоторые читают местами, как написано. Прочистано одно место, допустим, из Нового Завета, и место три из Ветхого, чтобы разделить Ветхый Завет, чтобы Библия вся читалась. Кто-то вот так читает. Ну, надо читать, исполнять и прилагать толкование. Но не просто так же, как Попка, ты же патриарх. Да еще у тебя же есть книга правил. Вы просто не представляете, сколько тут. Здесь вот 719 правил различных. Из них где-то чуть больше 100 чисто для мирян подойдет. Некоторые идут попутно и мирянам могут быть, и какому-то клирику. Потом идут для клириков это чтецы и подиаконы. Диаконы. Потом идут для священников еще больше для них. И для епископов все 719 правил. Вот с самого нуля. Все, что относится к мирянам, относится к епископу. А вот то, что относится к епископу, к мирянам-то не относится. И мирянам не надо это исполнять, он должен исполнить это. Он должен все время выходить с этой книгой и говорить «Дорогие братья, вот моя книга, по которой я перестану перед Господом Иисусом Христом». Почему? Эта книга правил, она вся основана на Священном Писании, на Слове Божьем, по которому будет нас Господь судить. И вот многие правила я не могу выполнить по причине, что вот вы как себя ведете. И вот нужно все, в каждое правило. Вот сегодня мы рассмотрим такое-то правило. Вот глядите, почему вы так себя не ведете. А вот глядите, вот как я должен поступать с вами, всей эпитимии рассказать, что такое аборты, все, все, что такое убийство настоящее. Все представить перед военными, перед всеми, каждому, сказать Путину, ты правящий. Вот гляди, что к тебе относится и ко мне. Вот теперь дальше там, вот ты там рабочий человек, вот в чем к тебе относится. Вот к Лерошане вы там поете, стоите на этих самых, на кафедрах, особенно к семинаристам. Что вы там вытворяете, Господи помилуй? Их прям заснять, этих обезьян, с гранатой, с церковно-славянскими книгами, и показать ему, что они там делают, как себя ведут. В алтарях священников снять молодых, что они вытворяют. И показывать, и говорить, вот как нельзя себя вести. А вот как надо себя вести. И показать пример какой-нибудь общины. Мы готовы, допустим, уже. Оглашенные изведите, вот оглашенные. Поговорить с оглашенными. Почему? Глядишь, пристыдят. Это было бы здорово. Кто такие оглашенные? Взять, там вот Тараса, поговорить с ним, вот ходит на занятиях, человек вообще неверующий. Вообще, нам нарекания идут сюда, что вот у вас сидит лысый, он это, нога на ногу, там что-то еще, там, что там, руки в карманы. Так он вообще неверующий. Вы что думаете, мы вот с нашей строгостью и такие... Элементарного чувства нет поведения. Да, и его по голове гладим, что-то слышно. Он постоянно от нас нарекания получает. Вот я ему сказал, вот он идет, когда вот так растянул, пестоперни там идут все готовятся к духовным занятиям. Он вот так идет, трекор растянул. Я ему говорю, это, Тарас, у нас так не принято в церкви. Ты, говорю, пока в церкви у нас, пожалуйста, не надо вот так ходить, руки в брюки и так далее. Ну, ходил, видишь, как все, никого, ни одного нету, чтобы руки в карманах. Все, да, 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 вышел, ну, там что-то сделал, буквально минута, заходит обратно, он вот так вот руки уже сделал. Не вот так, а теперь вот так растянулся, что она идет вот так впереди, по кулакам, в карманах. Ну, что тут теперь сделаешь? Я говорю, брат, подойди теперь ты ему, скажи. Он говорит, да я, как говорил, только что он выходил, он там был. Одно вылетает, другое вылетает. Я говорю, Игнать Иванович, ну, как будто бы, он уже больше года ходит к нам на занятия, и мы постоянно с ним беседовали. Как начало вернуться зима. Так надо... Просто я раз сделала замечание у нас снова. Нет, если бы вы видели его, когда он вначале приходил, он, это совсем не будет земля. Он же вообще себя вел, ну, как, ну, не знаю, как вот карамелька, когда вас видит, что попало тут начало, ну, она с собакой, безумно. И он может, мог говорить тут, ну, хоть сколько. Что-то говорит, говорит, мы потом уже, ты знаешь, мы тут это, по слову Божьему идем, мы же не просто говорили, не тут занимаемся. Нам надо, чтобы душа наша пела во Христе Иисусе. Я говорю, а ты просто, ну, мусор какой-то вот наносишь. Я говорю, все, что ты сейчас... он вообще к нам попал. Он через брата Сергея. Это очень редкостный человек. Он сам боксер, тренер. Тренер. Он очень, подожди, он очень гордый, естественно, человек. Боксеры, они все, те люди, которые решили себе свое яд поставить выше, чем другие. И вот он такой пришел. А я вот полчаса назад, или там сколько, сейчас назад не разговаривал. По телефону он звонил, извинялся. То есть у него душа-то скорбит, что я вот тут заботы, житейские, это все. Я ему там притчу осеять, или почитай. Но он меня не услышал. Видит, по Флориду готовит к чемпионату мира какого-то золотайского боксера. Ну, а вот такие люди, они большой известности. И, естественно, очень сложно себя преодолевать. Что теперь сделаешь? Но мы будем стараться все равно. У него стремление есть. Все равно. Он задает вопросы. Видно, что он записывает. Кстати, места писания. Не знаю, как он там потом рассматривает. Но здесь ему это интересно. Вопросы он задает. У него есть постоянно подвижки. Он пытается, пытается, его душа пытается расти духовно. Мы же не знаем, как душа откликается. Вот явно, что он ходит на наши занятия. Он неравнодушный. Да, да, да. Ну вот не ходят же. Сегодня Юрий этот звонился, который сейчас в старобрячестве принял крещение, был протестантом. Когда он занимался, позвонил вчера и сказал, хочу прийти. Милости просим с двух часов. Но вот нету. То есть тоже люди неравнодушные пытаются еще там. Но хотелось бы, чтобы были истинные оглашенные. Но вот Игнать Тихонович, он как-то ему не то, что пофартило, а Господь так послал дар такой, что в эти исторические моменты для судмоносной, для России сердца людей открылись на встречу. И вот когда он начал говорить в чистоте Слова Божьей, многие сердца откликнулись. И сначала, говорит, в университете он вел государственном была аудитория заполнена человеком 700 или 800 даже посчитать не могли. Потом следующее, говорит, пополам уже было, следующее занятие человек 300. Потом, говорит, упало где-то так за 100 и вот за 100 держалось в 95-м, в 96-м году я пришел первое на занятие 3-го января. Было где-то человек 120 аудитория это уже было в следующем университете уже политехническом. Но это на первый раз пришло тоже в 96-м уже приехало. Ну много было, забито было. Везде потрои сидели и... Да, и потом... Потом начало количество людей снижаться. Пропорционально строительству храмов в Барнауле, в деревнях начало снижаться количество занимающихся. Люди подумали, что священники больше их дадут, они прям будут общаться напрямую со священником. Начали уходить в храмы и, конечно же, ничего не получили. Потому что священники так заниматься, как Игнат Тихонович занимался с людьми от всей души, с различными книгами, с подарками Библии, Новых Заветов и всего, что только можно, распечатывалось все это, материалы, чтобы человек мог истинно быть православным. Не просто там, что идет я православный, а потом, а в чем заключается ваше православие, кто ваш бог? И начинают блудить, вот такие вот фигушки пальцами вертеть. Перекреститься не могут, оказывается. При фашистах все мы уже порастреляли давно. Там они так проверяли, когда говорили, да мы верующие, ну-ка перекрестись. И что попало, творили они так. А они четко знали, что православные крестятся так, и меня представили. А они католики были. Вот они через вот крестятся Петерней. А протестанты вообще не крестятся. Они-то пришли со страны, где не убивали там священников. Наоборот, в этот момент зарубежная церковь, наша, которая там была, она еще не в Америке была, благодарила Гитлера, что он построил в центре Берлина православную церковь, дал разрешение. И закончили ее в 40-м году. перед самой войной. Что и потом позволило, что и потом развязало руки советскому правительству, эту зарубежную церковь нашу попытаться искоренить. Но митрополит, митрополиты и епископы, священники успели в большой массе уехать в Америку. Успели все-таки. Через зоны оккупации уходили и еле-еле выскочили. Хотя многие попали под мясорубку ГУЛАГа, НКВД. Так что, братья, не следует нам поступать опрометчиво. Но написано, если тебя гонят в одном месте, беги в другой. Если придет это время, будет это все рассматриваться. Наверное, придется даже и бежать. Христос не говорит, что кидайтесь во все тяжкие, сломя голову. Дерзить тоже нельзя. То есть нужно найти этот драгоценный для нас путь царский Христов. Увидеть, где кровь его святая. Что по слову его, что по канонам церковных. Каноны церковные запрещают отдавать себя на растерзание язычников. Специально идти и сдаваться. Когда идут гонения. То есть все это предусмотрено. Поэтому надо быть мужественным, конечно, идти до конца. Вот это, то, что люди многие стояли православные за то, что они принимали ННН, это очень помогло. Возможно, что вот эти сегодняшние ужесточения, оно как раз и приостановило. Даже, может, на десяток лет, может, лет на 15. Может быть, это должно было еще раньше случиться. Ну, стали же люди. В Ленинграде там дело было. Еще там, в Ленинградской области еще в разных местах люди против ННН остались. Шел 666. И выигрывали суды. Может быть, и сейчас тоже это через нас будет как-то снимать. Там можно, нельзя беседы с людьми о духовном. продолжим дальше. Бестописание. Титут 2 глава 11-14. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. Который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам, а не к всякому беззаконию». Добавлено еще. «Не к всякому беззаконию», «добрым делам». Что такое беззаконие? А иногда подмена бывает. Как говорит в Псалме в 118-113 стихе Давид, Псалмоперец, Псалмоперец, он говорит, «Закон твой, Господи, люблю, а вымыслы человеческие ненавижу». Вот в чем дело. Иногда подмена происходит. И это беззаконие оказывается. А все вроде бы говорят иерархи, люди, вот книжники фарисеек, которые знают. Когда начинается Слово Божье исполняться или нет, оказывается, и даже исполнять нечего, потому что говорили-то о своем человеческом. И Господь поэтому говорит, вымыслы человеческие ненавижу. И Иисус Христос говорил про эти предания старцев. Говорит, скамьи моют, чаши моют, моются сами, а закон Божий не соблюдают. А что, мыться нельзя? Да не об этом речь. Вы сначала закон соблюдите, потом можете мыться, хоть 15 мыла себя истереть. Но надо перед этим закон можно исполнить. Как это делать? Вот это и нужно спрашивать у сведущих людей. А кто сведущий? Ян Креститель сведущий. Так мы же его это, в гроб уже отправили. А кто виноват? Чтобы краеугольный камень Христа отвергли. И теперь строите на песке вот этих вот множество всяких человеческих вымыслов. Как говорит на небе, миллионы ангелов и одна Божья воля. А на земле, говорит, миллиарды людей и миллиард вольт своих. И каждый человек пытается сказать, что он правильно живет. И доказать еще пытается это. Не зная ни слова Божия. Ни разу не попытавшись даже исполнить хоть один маломальский закон Господний. А самый маломальский, знаете какой? Написано, первая заповедь Божия. Я Господь Бог Твой, нет у тебя другого Бога. Вот и все. Ты должен это исполнить. Сказать, да Господи, ты у меня один Господень, других нету. Вот исполняй, начинай. Это самый маленький. А вот, а как же, а если вот я хочу исполнить гипер, любодействовать, ну там засох уже давно, 90 лет, может там старику. Нет, не сможешь ты его исполнить. Почему? Ты маломальский не исполнил даже. Кто тебе, если ты у себя в доме не можешь чистоту навести, кто тебе доверит прибираться в чужом доме? Ты должен профессионалом быть в этом. Никто не доверит. Тем более, сатана еще у нас есть, который, как лев рыкающий, ищет, кого поглотить. Только ты ошибся, только не туда пошел, он тебе начинает помогать. Мы же сейчас видим, как помогает сатана. Он сейчас совсем по-другому действует. Не как это было в ГУЛАГе, людей таких, хороших, именитых, ну как в духовном делании, таких активных борцов за нравственность, пересадили, поубивали прям в прямую. Потом остались ну вориши от морали, ну вориши от религии. И вот они теперь начинают править здесь бал. Почему? Сатана им помогает. Все отпустили, ГУЛАГа нет, а веры в духовных занятий как нету у людей, так и нету. Люди боятся собираться духовно расти. Почему? Тогда надо принимать чью-то волю, а человек не хочет. А вы меня уже не исправите, а я уже такой. А меня не исправите, я уже старый. А я вот воин, меня чего исправлять? Я сам как дам, я вориш сильный. А я красавица, мне зачем исправляться? Я знаю, как красотой леса, вот как хвостом машет и живет курочку, яичко. То есть все все знают. А как коснуться умирать или каких-то скорбей, и все. И не знает, что сказать. И вот она, мать уже на могиле перед церковью около гроба сына своего в Донецке плачет. Мальчика убили троих там школьников. Ох, зачем же мы тут собрались молиться-то около этой церкви? Да куда Бог-то смотрит? Да зачем это нам все? Вот убили там его. Вообще, это анти-какая-то вера. Видно, что женщина из той народности, она из казачьи, или что, плотная такая, видно. Я сто процентов верю, что это донская казачка, допустим. Она, там у нее дед с бабкой ходили в церковь, может даже. но ничему не научилась. Даже молиться она. Не надо тут молиться. Зачем мы стоим молить? Лучше бы, пускай он так безбожник, как бегал пацаненок, и я бы никогда в церковь не пришла. Колокола эти говорят, зачем это мне сейчас все? Господь успокаивает последним, что может для нее, для ее души. Делает. Кто-то молится, ясно, что она сама не умеет молиться. Звучат эти колокола. Ну, какое-никакое успокоение. Что-то должна душа найти. А она ничего не хочет искать. Перед ней борщевая кость вот такая, наверное, перед глазами. Поесть теперь голодная, потому что теперь пацаненок это тут бегает, что-то она его там материт. Уж не думаем, что там всем благочестие воспитанное. Шахтеры все-таки. Потому что у нее основание было не на Христе. Основание должен быть сам Христос. Вера ее. Вроде она как-то до этих искушений, испытаний она думала, что она верующая. А испытание показало, что нет никакой веры там. Потому что основания не было. Основание вот Слово Божие. И апостол Ян говорит так, всякие приступающие учения Христовы, не пребывающие в нем, не имеют Бога. Прибывающие учения Христовы имеют и Отца, и Сына. Вот и все. Это он в послании говорит. Аминь. Ну и тут есть курс изучения по этому пособию будет отвечать на вопрос, как понимать слова Сын Божий. Бесстрашность молодого проповедника праведности Иоанна Крестителя, Лука 3 глава 2-й стих, что мы сейчас начинаем, в Израиле стать учителем, проповедником было можно только в 30 лет. То есть Иоанн, считая по нашим меркам, только что получил диплом молодой специалист благовестий. То есть мы здесь в этом курсе всегда отвечаем на вопрос, как понимать слова Сын Божий. Почему Сын Божий Господь Иисус Христос? Здесь и как говорится артропоморфизм, то есть мы переносим это познание от человеческих наших качеств каких-то. Кто такой Сын Божий? Кто такой Сын Отца? Потом дальше нам кто такие наемники? Когда мы говорим о блудном сыне, вот говорим, вот блудный сын, кто такой блудный сын? Кто такой праведный сын? Кто тот, кто остался с отцом? То есть все мы рассматриваем здесь. И главный ответ на вопрос Сын Божий потом? Кто становится Сыном Божьим? Сын Божий с большой рукой, который один только, это Господь Иисус Христос. Мы можем быть сыновьями Божьими или нет? Тоже отвечаем на этот вопрос. И дальше. Сколько у Него видно не только силы, но и смирения? Иоанна 3 глава 26 стих 30 И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Не будет дано ему. Вы сами свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послал пред Ним. Имеющий невесту и жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия та радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Сейчас продолжим. Здесь чтение. Один устный стих. Скажи книгу. третий том как скажи, В третьем томе или здесь? Да, третьем третьем. А, в третьем сейчас. Третий том открытым локом. Третий том открытым локом. Третий четвертый страница. А вот пособие. Пособие для изучения Евангелия. 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 Духом святым и огнем. Толкование. Иоанн сказал им, сотворите плод. Теперь показывает, какой плод. То есть плод веры в грядущего за ним. А за ним шел Христос. Он был и по рождению позднее его шестью месяцами и по явлению. Ибо сперва явился предтеча, а потом Христос, о котором он свидетельствовал. Я, не достоин быть и последним рабом его. Или носить обувь его под обувью, разумея, и двоякое насосшествие его. Одно с неба на землю, другое с земли в ад. Ибо сапоги суть кожи плоти и умерщвления. Этих двух срождений не мог понести предтеча, ибо не понимал, как они совершились. Он щедро исполнит вас благими дарами Духа, тогда как Мое крещение не исполнит вас тогда как Мое крещение не дает ни благодати Духа, ни отпущения грехов. но Он с большой буквы отпустит вам грехи и щедро даст Духа. Вот так Иоанн Креститель говорит о Христе приготовляет путь ко Христу. очень хорошо батюшка Романова приготовил сердца людей своих прихожан. То есть он приготовил путь проповеднику и Игорь уже на благодатную почву проповедь ложилась с благодарными голосами слышали внимания и мы молились слава Богу что такие времена настали до этого в какую бы деревню мы не приехали там где священник все протравлено ненависть гонение там где нет священника принимают люди хорошо благодарят все а здесь священник сам попросил мы приехали приготовил сердца людей конечно он очень доволен остался и не только он но его прихожане сейчас нужно молиться чтобы все это не засохло не заглохло чтобы там у них организовать учебную группу вот если даст бог батюшка я три года пытался там начать вести занятия вот какой батюшка в романово в романово да и ничего мне не получалось я уже говорит тогда вместо слова божия стал песнопение думать хоть песнями их заманю у него песня выше чем слово божье в батюшком сознании мне это немножко покорежило и говорит даже на песни не стали ходить некогда что они там делают я помню в одну деревню пришел приходите вот два часа будет беседа о евангелии боге да мне некогда у меня козел козел на привязи надо за ним смотреть я сразу вспомнил евангелие вот эти вот они как все как бы сговорившись а я валов купил а я там у меня там я женился да и говорю что этот козел говорю два часа без вас что тут с голоду повред да он дрова тут у меня все разворуют ну перевяжите его в другое место ну они козлы конечно когда духовного коснулось то нет и пришла она самое удивительное что она пришла с козлом я ее дожал а то так все я говорю вот ну это редкость тоже что кто-то пришел мы потому что когда идем сколько у нас не больше полторы две минуты ну бывает поговоришь немножко побеседуешь ну пять минут с человеком а так из дома в дом пока переходишь пока всех обойдешь это надо какую-то долгосрочную программу обходить 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 там день-два беседовать как следует а потом где-то собираться уже ну вот близ все районы не бывает такого чтобы так бы вы приехали бы там попроповедовали как-то может кто-то там священник какой бы организовался таких священников как отец Али практически не существует как-то выстрадано у него видать это все было могу пример привести ну как раз епископ сейчас их заставляет всех так наверное эти же должны но он же не заставляет порекомендует к отцу Акиму Лапкину обращаться обращаться он же это его чисто отца Олега этот его обращение такое желание что вот так вот именно нужно обратиться к своим прихожанам он же сказал перед тем как дал слово мне второй раз говорит вот когда я сказал слово первое он говорит вот видите какие люди я хотел посмотреть что вот не только такие как вы верующие есть но вот еще такие которые активные такие чтобы вы посмотрели как они видите по другому и разговаривают они и вот так все это другие ну понятно потому что только что беседа не беседа вернее а проповедь беседа не получилось люди вопросы не задавали а после как начали расходиться начали подходить задавать вопросы люди даже не знают что вот их вопрос его можно развернуть и рассказать для многих они стесняются все стесняются говорить при других а вопрос это задавайте и другие тогда узнают тоже окажется что этот вопрос не только тебя интересует а они вот раз я говорю что же вы не говорили ну что я буду говорить пускай там другие говорят а она так подумала ты другой подумал третий и никто ничего, и беседы ничего нету. И неинтересно все. А люди любят о себе что-то, чтобы к ним это как-то относилось. Ну так вы начинайте, вот как у меня в воскресной школе идет, вот детей начинаешь вопросами. А как вы думаете, что вам нравится? А где вы там бывали? И вот люди начинают. Как вы записки-то посылали? Как вы знаете этих вещей? Записки? Вы представляете, что это такое? Вот они стоят, просто люди. Они не то, что там ручки, они ручку эту не видали уже. Они свою только ручку знают, что там на ручке их не... Я думала, что вы после службы где-то так собрались и сидели... Да не было никакой службы. Нет, у них прошла служба, а потом-то он, я думаю... Да нигде не сидели. Вот они стояли перед нами в храме, вот разговаривали. В другом месте приехали, там часовня вот такая вот где-то, как у меня здесь комната. Они там сели, я думал, сейчас тут слово скажу, и там у них как-то, ну, стол есть, за стол сядем, я тут покажу какие учебники, начнем читать и как бы уже покажем, как вот нужно занятия вести. А там даже никто не заинтересовался занятиями. То есть для меня это тоже непонятно, я же не знал, что так будет. Я думал, раз отец здесь, и все, и они как-то открыты... Они не отвлекаются на это. Для них слово занятия. Вот этот Юрий позвонил и говорит, а можно поприсутствовать на ваших этих... урок... Думал, думал, я говорю, занятия? Ну да, вот занятия. Даже слово занятия, и то это... Оно непроизносимо для человека, потому что не понимает, что это такое. Как его вот посадить первый раз, за парту... Вот мама у меня вот, она пошла вот, когда Тихона что, тогда за парту села, и начала записывать. У меня сейчас вот есть блокнотики. Вижу, мамина рука писала. Ефесянам там одиннадцатая глава. Смотри. Ну и так далее. Брат. Могу пример привести, что вот много уже, как говорится, тысячелетия православных именно протравили, что православные нигде не ходят, не проповедуют. Ты говоришь, сейчас о занятиях. Вот, например, тут недавно встреча была, по скайпу беседовал Игнать Иванович Лапкин с Сергеем Козловым. И в этот момент приехал отец Павел со своим сыном Ваней. Они привезли рыбу нам, вот он заехал. Игнать говорит, давай, придите сюда, говорит, и беседовать начали. И Сергею ему Козлову задают вопрос, батюшка, ну вот, вы же священник. Ну ладно, говорит, мирян не принимает благовестие, что вроде сектанты ходят, а вы же батюшка, как вас, принимают, не принимают? А он говорит, точно так же, говорит, все. Только те православные, которые говорят, а наши батюшки, говорит, не ходят, не проповедуют, значит, ты сектанты, значит, никакой ты не православный батюшка. То есть, насколько у человека протравлено вот это сознание, что он даже не понимает. Если ходят, значит, не православные. Да, да. Батюшка, он все в облачении, все, как говорится, отец Павел. И все равно уже, потому что иного духа сразу чувствую. Я сегодня в автобусе ехал. Батя или Игнатий Тихонович, чтобы он сразу как-то заразил бы всех. Вот, как я помню, как я пришла первый раз на занятия. Для этого надо прийти. И все, когда послушаешь, вот они бы как-то заразились бы, и потом бы... Заразились. Ой, как это... Ой, 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 ой. И тогда как-то бы, может, они стали собираться. У вас почва оказалась подготовленная. Она упала на добрую... Слово Божье упала на добрую почву. Вот и все. Потому вот, братья, это... А мы ходим. Приходили люди. А мы ходим. К Иоану Крестителю тоже собирались. Он проповедовал тем, которые к Нему пришли. А вот Иисус Христос уже ходил. Уже ходил и ходил. И так... К Нему собирались. И когда он сделал уже много-много добрых дел, но у него дела милосердия были не только учить, он еще и чудеса прям делал, люди воскрешали. И тогда люди начали уже к Нему собираться сами. И когда люди совсем-совсем к Нему собрались, и вкусили хлебушек раз 4 тысячи, потом второй раз 5 тысяч, и они поняли, вот что ж мы дураки так долго не ходили. И огромной толпой все... Вся страна устремилась на Галилейское море искать Иисуса Христа. Искали и пришли. Нет его? Как так его тут нет? Изумились они. Мы тут пришли, все толпой, значит, его нет. Ходит тут где-то. Мы что, зря ходили? Ну вот пришел Христос. О, ну все, пришел. Ну это, давай ждем, ждем чуда твоего. Какого чуда? Хлеба, конечно. Господь говорит, вы собрались сюда не для того, чтобы духовной пищей вкусить, а чтобы хлеб я вам дал бесплатно. И они сказали, точно так и есть. Он говорит, тело мое будете есть, и кровь мою будете пить. И кто этого делать не будет, не наследует Царство Небесное. И они говорят, ого, какие слова суровые, жестокие. И написано 6 глава Иоанна Литая, 66 стих. И все отвратились от него. И многие отошли. Многие. Это значит все. Потому что осталось только 12 человек. И он поворачивается к ним и говорит, и написано, стоят только 12 человек, больше никого нет. То есть вот те и многие. И он к нему обращается. И говорит, а не хотите ли вы меня оставить? И тогда Петр, апостол, ну-то Духом Святым сказал, а куда нам идти, у тебя глаголы вечной жизни. И вот теперь мы можем сказать, что оказывается не все, а многие. А многие были тысячи, а осталось 12 человек. Если только вкушало одних мужчин, 5000 перед этим, а собралось уже намного больше, вот и считайте теперь. Это уже Писание нам пытается как бы авансом сказать, что не бойтесь, ну все-таки не один человек остался, а некоторые еще остались. А некоторые посмотрели. 12 из 12 тысяч, а может из 22. А Слово Божие нам говорит, а Господь мог бы и из этих 12 половину убрать, как у Гедеона было, когда он пошел на войну с 30 тысячами. Убрали 20, потом осталось 10 тысяч, а потом говорит, и этого очень много. Скажут, победили вы своей мощью, а мавитян шло 120 тысяч. 20, 120 и 10, то уже как бы к одного еврея 12 мавитян, а Господь говорит, нет, не так, пускай наклонятся и пьют из источника. Они наклонились, начали пить из источника, оказывается, одни оружие не бросают, прям пьют так с руки. А другие встали, положили оружие и пошли там пить, черпать там чем-то. И он говорит, вот те, кто оружие отложили, пускай уходят. А те, кто не отложили, с оружием были, те пускай останутся. Значит, они вдохновленные, значит, они бойцы, значит, они те, кто победят. Они бодрствуют всегда. Их всего оказалось 300 человек. И эти 300 с Гедеоном во главе победили 120-тысячное войско обладение там. Вот оно, где, зарыто, говорит, говорится все, собака. Вот и таким, такой должен быть православный человек, вдохновлен так, пропой Ее Христе. А может быть, вот эти, второй раз, когда они пришли, они хотели не просто покушать, наесть хлеба, а посмотреть еще раз на то чудо, когда Господь пекли хлебами и двумя рыбками накормил. Они не второй раз пришли. Они вообще просто первый раз пришли. Ну, вот они... Не второй раз пришли. Написано, что они его ждали, они не знали его еще, Христа. Ну, чудо распространяется, возможно, люди говорили, что что там 3-4-5 хлебов и они накормили столько людей. Посмотреть на это чудо. Так это понятно, потому что второй раз они его хотели царем сделать даже, искали после этого, но он ушел от них, написано. Ушел, эти люди как-то рассосались, их не стало, этих людей таких. Но, когда Господь пришел, что не было? Когда пришел снова на море Галилейское, они уже пришли не за чудом даже исцеления, а за чудом хлебонасыщения. Потому что там было и хлеб, и рыба была. Причем, ломали апостолы, и хватило всем. И еще осталось, написано, первый раз 7 корзин, а второй раз 12 корзин полных кусков. 12 корзин, ничего. с пяти, с четырех хлебов, и потом с двух рыбок и пяти хлебов. Поем? А, я сегодня не в голосе. Последний прочитаем. Я один не почитал. 12. 12. И на этом закон. Лопата его, в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу. А солому сожжет огнем неугасимым. Толкование. Когда крестились от него и потом, когда креститесь от него и потом будете грешить, не думайте, что он простит вас. Нет. Но он имеет и лопату, то есть рассмотрение и суд. Церковь, в которой хотя много крещеных, подобно как нагумно собираются с поля все, но и из них одни оказываются плевелами, каковы легкомысленные и направляемые к злу духами злобы. Другие пшеницу, то есть которые приносят пользу и другим, питая их учением и делом. Неугасим огонь гиенский, посему обманывался Ориген, когда говорил, что мукам будет конец. Комментарий Игнать Тихоновича на слова много крещеных. Принятие в церковь через механическое крещение обмерщило и сделало неотличимой от мира невесту Христову церковь. С какой легкостью церковь пошла на это обмерщение ради земных льгот и выгод, когда патриарши и монарши престолы соединились вместе. А теперь не просто трудно, а почти невозможно вернуть все в первоапостольской чистоте церкви. Сегодня священники не могут отличить не только овец от козлов и чесоточную овцу от здоровья, но допускают одинаково к тайнам и волков, и змей, и овец. А вначале было не так. Деяния апостолов 5 глава 13 стих из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Отсюда вывод, как считаем в житие Макария Александрийского за 19 января, что народ Божий, то есть те, кто называются верующими, не только не прославляют внешнее, а презирают и ненавидят то, что сегодня отпевают всех подряд, вызывает презрение за несерьезное отношение к делу спасения даже у демонов. Левитам 10.10 Чтобы вы могли отличить священное от несвященного и нечистое от чистого. Должно быть прежде чревоношение, то есть оглашение и только потом рождение крещения. А так как нет катехизации, то и получаются мертвые выкидыши и происходит не рождение а удушение когда человек и не научен и не погружен а согласно Слову Божию он должен сначала уверовать а потом погрузиться в воду во святом крещении трижды Марка 16.16 кто будет веровать и креститься спасен будет а кто не будет веровать осужден будет я считаю это пример того как мы должны рассуждать по Слову Божьему и даже по толкованию Блаженного Феофилакта то есть то есть на толкование теперь спустя тысячу лет потому что тысячу лет назад толкование было написано сейчас нам нужно еще если не толкование то раскрытие того толкования о чем говорит Блаженный Феофилакт как это сказано у классиков что может меняться вокруг нас мир а человек остается тот же все грехи человеческие пороки удовольствия человеческие они остаются все те же не меняются поэтому Сатана применяется тот же арсенал страстей и похотей и как он был читаем Евангелие 8 глава 44 стих человека убийца и лжец изначально и когда он говорит ложь говорит свое так все это осталось до наших дней ложь трусость и корысть церкви священников в начале породила полное несоответствие звания христианина с тем что сейчас называют себя православными христианами так называем и теперь показывают Центральная Африканская Республика в Африке и как мы привыкли что всегда гонят мусульмане православных а там православные взялись за мусульман и показывают вот прям новости стоят группы подростков с оружием и у них интервью берут ну как вам сейчас живется в городе когда нет мусульман они православные восстали поубивали мусульман многих прогнали и показывают разрушенные здания и сейчас выглядывают там детские головки тоже негритят это негры православные христиане живут там все прогнали мусульман поубивали там и говорит а где сейчас мусульмане ну говорит небольшая часть укрылась у меня идет их священник одеты как католические священник негр и говорит ну я своих прихожан пока сдерживаю рассказываю что это это уже люди кристос к ним милости все-таки они укрылись церкви молодежь вокруг ходят с оружием и интервью спрашивают ну что я вот как поступлю с этим мусульманином раз перезаряжает эту винтовку и вот так раз к чему-то поставил и такой вот я такой и ходят дальше другой вот так говорит я ему голову отсеку там какой-то арбуз или что он мочейки раз вот до чего дошли уже и христиане тоже оказывается они одни мусульмане могут мочеть амитарь а показывают все везде американцы они сами христиане все-таки ну все считают и показывают всегда фильмы где мусульмане всех режут да нет там где нет христа все друг друга режут а где слово Божие присутствует там нету этого там и даже мусульманин будет смотреть и глазами хлопать если ты ему покажешь слово Божие истинное потому что оказывается что и у них там что-то Аллах говорил и Мухаммед тоже говорил о милости к поверженным и так далее вот так вот блогови подождаться поздно достойно истек рва истину блажит иня Богородинцу признав блаженную и принят оброчную и Матери Бога нашего честнейшую херувин и славнейшую без сравнения серафин без искусения Бога слова Поручую, сущую Богородицу Тебе лечаем. Господи, благодарим Тебя, что в сей день позволил нам прикоснуться к Слову Твоему. Дай все услышанное здесь принять с благодарным сердцем, растворить все это верою, и дай все вы их исполнить и рассказать другим людям. Пошли на наши пути, жаждущих слышать слова Твои. И по нашим словам, Духом Твоим святым, наполни их сердца, как и наши Ты когда-то наполнил. Любовью к Тебе, к Твоим святым, заповедим Слово Твоему, Господи. Прекрати междоусобное распри на Украине, умельчи сердца правителей, в разуме их останови эту кровавую бойню. Прости им все согрешения, вольные и невольные, и смилуйся над этим народом украинским. А Тебе слава всылаем Отцу и Сыну, и Святому Духу, и навсегда и во веки и вечно. Я хочу еще, давайте помолимся о том деле братьев, чтобы Господь смягчил сердца тех людей, от кого зависит решение принять правильное. Чтобы полицейские эти люди, те, которые жаловались, или кто там еще, чтобы брат Михаил был мужественным, чтобы брат Сергий, брат Владимир не страшились этого злобы, человеческой клеветы. Помоги, Господи, ибо Ты знаешь сердца и испытуешь их. Даруй, Господи, и тем людям, которые сейчас пытаются говорить с братьями или что-то им объяснять, чтобы они сами прикоснулись к словам Твоим святым. Помоги, Господи, если нужно будет братьям сказать слово истины, благочестия евангельского Твоего. Даруй, Господи, чтобы еще от этих людей пришли люди к Тебе в церковь, в истину, и познали Тебя Господом и Творцем. Благослови, Господи, и наших братьев и сестер, которые сейчас не с нами, чтобы они всегда прославляли имя Твоего Святоя, и тоже были бы сейчас со Словом Божьим, никогда бы не расставались с ним. Ибо Ты будешь судить нас по Слову Твоему. И так познаются добрые дела, если они ведут по Слову Твоему Святому. Слава Тебе за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо. Спасибо, Христос.